Центр СПИД в Новосибирске переехал в инфекционную больницу. До этого жизненно необходимые лекарства выдавали в тесном помещении на улице Широкой. Там каждое утро выстраивались очереди. Теперь помещения больше. Это пример программы реорганизации медучреждений, которая сейчас завершается в регионе. Поликлиники объединяют. Эта новость всерьез обеспокоила пациентов. Начали говорить о сокращениях. Как скажется программа на работе медучреждений и пострадают ли пациенты, выясняла Мария Черешнева. Пенсионерка Алла Петрова ходит с трудом. Добраться до ближайшей поликлиники она в четырех кварталах уже испытание. А недавно соседи огорчили известием. Возможно поликлинику и вовсе закроют. Ездить придется в другую номер 7, что на Большевистской. Доехать до восхода это один из путей. Перейти мост через железную дорогу. Спуститься, как я называю, по Потемкинской лестнице к метро, речной вокзал. Потом спуститься вниз, выйти на другую сторону Большевистской. Проехать шесть остановок до инструментального завода. Подняться по переходу и только тогда мы пойдем в седьмую поликлинику. Теперь она и ее соседи всерьез обеспокоены. Узнали, из их пятнадцатой поликлиники уже уволились несколько узких специалистов. Онколог, хирург, невролог, эндокринолог. Они считают, что укропление сделали для того, чтобы было лучше для обслуживания пациентов. А где же нам лучше-то? Получается, врачи почему ушли? Ну извините, такая маленькая зарплата, такой большой наплыв больных. Они, естественно, уходят куда лучше. В поликлинике пытаются успокоить. Якобы медики написали заявление по личным причинам. На их место уже подыскали других специалистов. Лор уже приступает там к работе. Онколог выйдет с первого ноября. Хирурга принимаем. Тоже вот она на днях приступит к работе. И невролог тоже в ноябре уже там будет вести прием. То есть уже есть такие физические лица, конкретные врачи с конкретными фамилиями. Два медучреждения действительно объединяют. Но только на управленческом уровне общей бухгалтерии отдел кадров, один главврач на два здания. Как здания стояли, так они и стоят. Эти вот страшные рассказы про то, что все будет закрыто, сокращено и прочее. Но это я слухи никогда не комментирую. Врачи как работали, так они и будут работать на своих местах. В рамках реформы областного здравоохранения сегодня презентовали открытие центра СПИД в кабинетах инфекционной больницы. Прежде центр ютился в арендованных помещениях на улице Широкой. Тут, уверяют, и специалистов хватит, и площадь втрое больше. Впрочем, судить о плюсах и минусах изменений предстоит пациентам. В понедельник утром, по всей вероятности, здесь будут большие очереди. Мария Черешнева, Вячеслав Фарфоломеев, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.